приветствую друзья на библейском портале экзегет ответы на ваши вопросы почему так тяжело молиться может ли быть состояние легкости и радости при молитве и как его достичь при молитве не может быть другого состояния на либо это еще не молитва только попытки ее освоить молитва это обращение в моем сердце к богу в молитве мы призваны быть непрестанно молитвы это состояние души обращенной к своему создателю будьте постоянны в молитве бодрствуя в ней с благодарением всегда радуйтесь непрестанно молитесь за все благодарите сия есть воля божия о вас таким образом что от меня бог хочет того чтобы всегда я пребывал с ним в радостной благодарной молитве почему это не приходит сразу по простой причине такой энердности нашего ума и сердце привязано к земным страстям к стихиям века сего пока мы по преимуществу заняты мыслями о земном расположением к чувственному удовольствию к благополучию материальному меркантильному наша молитва наша словесная сила стелется по земле как дым случае невозможность его восхождения из-за каких-то обстоятельств давление или ветра невозможность его восхождения на небо это естественно что человек зависимый от мира плоти и дьявола находящийся в каком-то замкнутом круге страхов земных хлопот ворованных у вечности удовольствий почему вечности ворованных удовольствий поскольку далеко не всегда наши земные радости соответствует той необходимости поддержания жизни которая предусмотрена самим господом но очень часто стремясь к излишеству в них мы таким образом ужимаем нашу духовную свободу ужимаем нашу принадлежность к миру ангелов к области духовной ибо плоть противится духу а дух противится плоти вот и поэтому расположение души низкие лишают ее возможности в обращении к господу чувствовать блаженство чувствовать свое естественное бытие чувствовать свою реализацию самореализацию во всей ее полноте молящийся ходящий пред богом предвкушает блаженство которое имеет наследовать всякий верный перейдя от временного к вечному поскольку в боге вся полнота благ в боге благонадежие в боге основательность для души нет более естественного состояния чем находиться в единении со своим источником бытия но это той душе которая уже преодолела эти земные силки и капканы которым поработили ее собственные страсти потому мы учимся от малого восходить в свободу чад божих в радость непрестанной молитвы выполняем положенной церковью молитвенные правила стараясь делать это со вниманием определенное достаточное время от этого упражнения приобретается навык который впоследствии должен перерасти в постоянное пред богом хождение мы понуждаем себя короткими молитвами Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй меня грешного Боже милостью будь мне грешным Пресвятая Богородица помогай нам Всегда находиться в возношении, в обращении, в возношении ума к Богу До поры до времени это требует усилий Но и обетование Господне близ Даяй молитву молящемуся Сказано о Боге То есть молитва как дар Вот это радостное, блаженное и легкое с Богом пребывание Дается тому, кто прилагает к этому усилия И усилия эти не измеряются Ни отдельно совершенным правилом Ни молитвенными правилами всего года Но сколько живем, столько и прилагаем к тому усилия И вот за годом становится для нас ближе, глубже, торжественней, сердечней Те церковные торжества, которые как какое-то великое потрясение Благодатное Понуждают нас с большей теплотой обратиться к Создателю Прославляя Его, каясь пред Ним, прося Его милости Ближе для нас становится суточный богослужебный круг И не только для людей монастырских Для них-то это сама стихия их бытия Основа, главное дело, как говорит Феофан Затворник По сравнению со всеми пределками, которые остаются Для которых остается остальное время суток Но и для христианина, живущего в миру Понятие литургии, ежедневно совершаемой церковью И вечернего богослужения Если и не становится делом своей личной такой возможности и пожеланий То, во всяком случае, памятование о них находится место в душе О совершаемой с утра литургии, о особом молитвословии вечерних часов А уж едва появляется возможность Христианин, конечно же, стремится в них активно участвовать Вот признаки такого сердечного потепления Признаки того, что молитвенная жизнь в человеке Приобретает свои правильные очертания, свое бытие Так что, не поленившись какое-то время Сознавая, что без молитвы человек остается лишь По определению преподобного Серафима Саровского Головешкой, обгорелой, но не источающей ни тепло, ни свет И, напротив, погруженный в молитву становится облагодатствованным А сам становится светом и огнем Как это изображает святитель Феофан Живописуя кусок металла, погруженный в огонь Который вскоре сам становится огнем и светом До тех пор, пока его из этого огня не вытащат И вновь он возвращается к своему состоянию тяжелого и темного металла Вот и душа призвана быть всегда под действием Божьей благодати Она по ней скучает, она к ней стремится, она ею питается А способ ее приобретения и пребывания в ней Мы называем этим простым и ясным словом молитва Но только новоначальным предписано не столько искать каких-то восторгов и ощущений благостных при ее исполнении Сколько, полагая основанием самоукорения, полагая ее по преимуществу покаянной А мы как раз и постепенно достигаем тех желанных, светлых, радостных ее чертогов Когда изживаем постепенно то грехолюбие в нашей душе Вот этими покаянными глаголами, сокрушением сердечным Который стараемся приобрести себе навсегда В постоянное пользование Именно так Феофан Затворник живописует внутреннего христианина Мы, говорит, должны быть как ангелы Только те непрестанно возносят Богу жертву хваления Это и есть молитва А мы непрестанно призваны возносить Богу жертву самоукорения В связи с тем, что относимся к существам падшим И еще вовсе не изжившим все страстные расположения своей души В основе которых болезненная гордостная самость Так что вперед дорогу осилит идущий Понуждающий себя к исполнению молитвенного правила Частой церковной молитвы К памятованию о Боге во времена между молитвословиями своими Непременно придет и к той молитвенной радости Которая так жила на душе И является для него главнейшим сокровищем Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео